Мир вам, братья и сестры! Сегодня мы продолжаем исследовать книгу пророка Даниила. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, 8 глава, и держите их открытыми на книгах пророка Даниила, так и держите их открытыми до конца проповеди, потому что мы будем постоянно возвращаться к этой главе. Второй раздел, мы уже говорили раньше, книги пророка Даниила, начиная с 6 главы, он рассказывает о различных пророческих видениях. Он менее популярен, чем первая часть этой книги, но эти видения, они раскрывают будущее человечества не только во времена Даниила, но и в наше время. 25 веков спустя люди по-прежнему внимательно изучают эту книгу и пытаются разобраться в деталях, потому что в них есть точные пророчества о будущем этого мира. То есть сегодня, вы даже не представляете, вы идите на интернет, и вы увидите, сколько различных графических таблиц, сколько различных толкований, лжеучений, кстати, тоже, именно в отношении книги пророка Даниила. Она по-прежнему привлекает людей, и богословов в том числе, в первую очередь. Они вникают, разбираются в деталях. В этой книге имеют значение не только отдельные слова, в некоторых случаях даже отдельные личные местоимения имеют огромное значение. Как они употреблены, как это в переводе, как это звучит, всё. Социологи, неверующие в Бога учёные, они говорят, что технический и научный прогресс, они будут способствовать развитию общества и улучшению взаимоотношений между людьми. Но Библия говорит, что по мере развития человечества, по мере того, как человечество будет подходить к своему концу, будет происходить падение нравов, наоборот, в обществе, общество будет разрушаться, в обществе будет не прогресс, а регресс. Апостол Павел в послании Тимофея писал, что люди будут горды в последнее время, самолюбивы, сластолюбивы, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Общество, согласно Библии, оно разлагается, наоборот. И мы с вами, жители 21 века, мы реально видим о том, что это происходит в обществе. Мы являемся этому свидетелем. В конечном счете, весь мир, все народы, они примут над собой господство диктатора Антихриста и будут поклоняться Ему, как Богу. И мы видим, что общество потихоньку, может быть, даже быстро, не потихоньку, мы видим, как оно движется в этом направлении. Различные события, которые происходят сегодня, они как бы подготавливают мир к тому, что будет делать Антихрист. Антихрист, технической стороны, в отношении наших свобод, которые мы добровольно сегодня сдаем и соглашаемся, то ли это пандемия, то ли это обыски в аэропортах, то ли это проверка нашего интернета, наших данных, не имеет значения. Медленно, но уверенно, общество приближается к тому моменту, когда Антихрист приступит, когда он станет во главе мира, и он не будет говорить, «Я Антихрист». Абсолютно нет. Он выступит, как правитель. Об этом мы поговорим больше дальше. В седьмой главе Бог посылает видения. Мы об этом говорили в прошлый раз, о четырех зверях. И четвертый из них превосходит своих страшным видом и своими бесовскими действиями. Вот этот зверь, которого можно назвать красным драконом из фильма ужасов, он на протяжении всей истории пытается уничтожить Божий народ, но Бог побеждает этого дракона. В седьмой главе мы об этом читали, одиннадцатый стих, и устанавливает свое царство, которому не будет конца. Бог Отец передает своему царству, сыну, свое царство, сыну своему, славу, власть, и он будет царствовать над всеми спасенными народами. И в седьмой главе, четырнадцатый стих, об этом написано, «Ему Христу дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Ангел объясняет Даниилу значение этого видения, в особенности роль вот этого страшного зверя, четвертого. И очень интересно Даниилу, он даже уточняет, вот этот четвертый зверь, какой-то отличный, в чем его суть. Вот этот дракон, он символизирует Римскую империю, которая была, которая будет опять возрождена в виде союза государств различных. Во главе этого союза будет хитрый и коварный политик. Библия его называет антихристом, потому что он будет выступать против Христа, и будет даже делать вид, что он настоящий Христос. Вы знаете, что евреи, они не признали пришествие Христа, они ожидают еще Мессию своего, и они его примут, как обещанного Мессию. Он будет вести усиленную борьбу с Божьим народом, то есть с Израилем, и будет пытаться уничтожить их, но Бог не позволит ему это сделать. И кульминацией его диктаторского правления будет такой период времени, вторая половина, семь лет, мы более подробно дальше будем об этом говорить, которое называется Великой скорбью. Об этом он говорит в 7 главе 25 стих. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. Времени, времен и полувремени – это три с половиной года. Это вторая половина вот этого семилетнего правления Антихриста. Этот мрачный период в истории человечества будет продолжаться более особенно семь лет, но вторая часть она более будет ужасной. Это время еще не наступило, и когда говорится о том, что Антихрист будет угнетать святых Всевышнего, то речь идет уже об Израиле. Почему? Потому что церкви уже не будет, она уже будет восхищена. Времена язычников уже закончатся, и Бог будет завершать историю с Израилем. Помните, написано, что ожесточение в Израиле произошло до времени, пока не окончатся времена язычников, Павел говорит. То есть, вместе с восхищением церкви времена язычников закончатся, и потом начинается период, период, когда Бог возвращается опять по завету с Авраамом, с Давидом, и Он продолжает работать с Израилем. Более подробно об этом говорит нам книга Откровения. Если книги Откровения читать, Библия говорит, что Бог позволит Антихристу совершать свои действия в этот период, и через Него Бог будет наказывать людей за их нечестие, которые отказались от власти Бога. Сцены, которые сегодня пытаются показать в некоторых фильмах ужасов, которые очень любят некоторые люди, можно назвать детским лепетом по сравнению с тем, что ожидает этот мир. Семь чаш Божьего гнева будет одна за одной изливаться на людей, но они все равно не смирятся и будут противиться Богу. Это время не случайно называется время великой скорби, по-английски Great Tribulation. Около половина населения Земли погибнет за этот период времени. За три с половиной года примерно половина населения всей Земли. Если сегодня возникает паника от того, что во всем мире погибло сколько? 2,3 по-моему, последние данных, миллиона людей, и во всем мире идет паника, то что будет, когда одна за другой частью людей, населения Земли будут уничтожены от одной или другой казни? Вот как откровение об этом пишет 9 глава 17 стих, от одной и столько казней, от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Третья часть людей. Прочие же написано, не умерли и не раскаялись в этих делах, продолжая поклоняться своим богам. Вот даже сегодня, учитывая, что сегодня население Земли примерно около 8 миллиардов людей, третья часть Земли это больше, чем 2,5 миллиарда. Сегодня говорят о том, что не хватает моргов, когда люди умирают, и больниц, когда люди умирают от пандемии. Но представьте, что будет, когда трупов будут миллиарды, половина населения Земли, не говоря уже о больных. Только умерших будет половина, это может быть к тому времени мы не знаем, 3 миллиарда, может быть 4 миллиарда, когда наступит это время. Это будет ужасное, это будет ужасное положение в этом мире. Книга пророка Даниила это не просто история, это пророческое откровение о том, что ожидает этот мир. История в прошлом подтверждает, что было сказано Даниила, оно так и произошло. Но некоторые пророчества еще не исполнились, потому что еще не наступило это время. То есть книга пророка Даниила не только говорила на тот момент, когда он был в 607 году и закончил уже свое служение примерно в 530 году до нашей эры, до Рождества Христова предполагают, он умер. То есть не только тогда, но и в наше время ее внимательно изучают, потому что она указывает о том, что будет. Сегодня мы рассмотрим второе видение, следующее видение, которое было показано Даниилу, оно называется «Видение овна и козла». По-русски очень так мягко переведено буквально слово «баран» и «козел». Вы знаете, что «баран» и «козел» это нарицательные имена. То есть если кто-то хочет кого-то обозвать, он употребляет одно или другое. И оба эти названия, они подчеркивают неуступчивость и упрямство этих животных. Неуступчивость и упрямство этих животных. Говорят, если два барана встретились на одной тропинке горной, они будут биться до тех пор, пока оба не упадут в пропасть, но не уступят. Данила, 8 глава, 1 стих. «В третий год царствования Валтасара царя явилось мне Данилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, когда видел я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Это видение произошло через два года после первого видения. Это 551 год до Рождества Христова. Его нужно хронологически поставить между 4 и 5 главой пророка Даниила. Помните, мы говорили об этом? Первое видение было в 553 году до Рождества Христова. Прошло два года. В третий год ему приходится вот это видение увидеть. Вавилонская империя еще существует. Она будет существовать еще 12 лет. Мида Персия еще не вышла на мировую арену. Она еще не заступила. Но Бог в очередной раз как в видениях как во сне на Вуходоносору, так в видениях ему, Он в очередной раз предсказывает Данилу будущее мировой истории вплоть до ее окончания. Данил был, написано здесь, в видении, как бы у реки Улая. В английском, вы видите, там написано, что это канал был, да? Потому что такой реки нет, а это был канал прокопан между двумя реками. И он как будто находился там, в этом месте находился. Он был в городе Сузах. И здесь написано, что этот город был престольный город. Но это Вавилон. Мы только что говорили, что еще 12 лет, прежде чем придет Мидо Персия, Вавилон столица этого государства. Сузы не являются столицей этого государства. То есть престольный город Сузы будет когда-то престольным. В книге Исфир, 1 глава, 2 стих, там описывается то же самое. И там этот город Сузы назван престольным городом, там, где был престол царя Артаксеркса. Это значит, что Даниил не находился буквально в этом городе, но в видении он видел этот город в будущем. И как бы он в видении Бог его туда перенес. Точно так же, как пророк Иезекииль в видении видел храм, не находясь там. Бог его перенес как бы в духе туда. Третий стих. Подняла глаза мои и увидел вот один овен стоит у реки, у него два рога и рога высокие, но один выше другого и выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу и никакой зверь не мог устоять против него и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел и величался. Помните, в первом видении Данил получил объяснение значения вот этого видения, которое он увидел, от кого? Кто ему объяснил видение? Первое видение. Кто объяснил Данилу первое видение? Ангел. Помните ангел? Там был ангел, который объяснил ему. Вот точно так же и во втором случае посланник от Бога по имени Гавриил объясняет суть вот этого второго видения. Посмотрите, 15 стих. И было, когда я Данил увидел это видение и искал значение его. Вот стал предо мной как облик мужа и услышал от середины улая голос человеческий, который возвал и сказал Гавриил объясни ему это видение. Здесь впервые в Библии упоминается имя ангела. Этот ангел еще раз в 9 главе прилетит к Даниилу в ответ на его покаянную молитву. Если Бог доживет, в следующий раз будем это разбирать. Этот ангел явится священнику Захарии и скажет, что у него родится Иоанн, который будет притечей Иисуса Христа. И этот ангел явится в маленькую деревушку под названием Назарет девушке по имени Мария и скажет о том, что она будет матерью Божьего Сына, воплощенного Божьего Сына. Здесь он объясняет Данилу суть этого видения, 20 стих. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийские и Персидские. В предыдущем видении в 7 главе помните, они представлены в виде медведя, а в видении Новоходоносорода это серебряная грудь у истукана, Медоперсия. У него по объяснению некоторых богословов разные по размеру бока у медведя, он однобокий медведь. В русском переводе написано, он стоял с одной стороны, 7 глава, 5 стих. В английском переводе написано, что он встал с одной стороны. Разнобокий медведь и разные по размеру рога. Мы только что прочитали, у этого овна два рога, но один выше другого по размеру. Указывает на то, что это две стороны одного государства и одна сторона будет доминировать над другой стороной. Такой же прообраз мы видим и во втором видении в отношении этого государства. 3 стих. Поднял я глазам и увидел вот один овен стоит у реки, у него два рога, рога высокие, но один выше другого. И высший поднялся после. Рог в Библии всегда что означает? Силу, могущество, да? Давид, помните, сокруши роги их или рог там восстал, часто очень такое, то есть речь о силе, о могуществе, о власти, говорит, два рога, это Мида, Персия. Они объединились в одно государство, правили над Востоком в течение нескольких веков. Сначала Мидия была более значительным государством. Помните, когда в конце пятой главы мы читали, когда Бог поразил Валтасара через кого? Кто захватил? Дарий, медианин был, Мидия сначала была, как бы, доминировала в этом. Но позже уже Персия стала более сильной державой. Посмотрите на конец третьего стиха. И высший поднялся после. То есть Персия выросла, она стала доминировать позже. Расширение этого империи было предсказано еще пророком Исаии за 150 лет до этого события в 45 главе с 1 по 7 стих до того, как было показано Даниилу. В особенности она выросла во время правления царя Кира, которого называют Великим. Персия стала доминировать в этом государстве, поэтому позже это царство уже не называлось Мидо-Персидским. Его называли Персидским государством. Вот поэтому вот этот второй рог показан выше другого. Он как бы вырос позже и стал более большим. Характеристика этого государства введением быстрое расширение его владений в результате войн практически во все стороны света, кроме Востока. Почему кроме Востока? Потому что само государство как бы на Востоке находилось. Четвертый стих об этом говорит. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу. Три направления. И никакой зверь не мог устоять против него и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел и величался. Эта империя просуществовала около двухсот лет, примерно двести восемь лет до Рождества Христова с 539 по 331 год. Владения Персидского царства доходили до территории современной Грузии. На севере это была Колхида. Западные границы доходили до Греции, восточные до Индии, южные до Египта. Почему на некоторых картах не показаны эти границы? Потому что многие государства они просто входили как федерации туда. Они по-прежнему были независимы как бы, но все-таки добровольно входили в эту вот в эту такую огромную союз федеративных государств. Персидская армия во время своего рассвета считали, что достигала двух миллионов человек. Двух миллионов человек. огромная армия. Никто не мог противостоять Персии. Поэтому здесь мы видим в конце вот этого четвертого стиха написано, что Овин делал, что хотел и величался. Он что хотел, то и делал. Никто не мог ему противостоять. По утверждениям историков, царь персидский, выступая во главе своих воинов, украшал свою голову, угадайте, чем? Головой барана. Мы только что с вами прочитали о том, что вот здесь он выступает, вот это государство в виде вот этого барана. Это был, некоторые историки говорят, что это было суеверие своего рода, как прообраз, прообраз лидера, неоспоримого лидерства и суеверное верование в духовную силу вот этого символа. Так что образ барана, по-видимому, соответствовал персидской символике. Нам кажется, что за такие варварские украшения. Но мы их встречаем и сегодня. Когда в процессе проповеди я готовился к этой проповеди, у меня голова вся была забита вот этими всеми толкованиями, размышлениями. Мне вдруг пришлось отъехать в магазин, я поехал в магазин, я еду по дороге, останавливаюсь, и вдруг я замечаю, что я вижу везде бараньи головы. Ну, они мне не показались в видении, как Даниилу, нет. Я их видел на дорогах, в зеркало своего, машин. Это эмблемы некоторых машин. Мы даже не задумываемся иногда над такими фактами, что мы ни в чем не отличаемся от тех людей, живших много веков тому назад. Баран, да, они называются, эти машины называют баран, и они именно такую эмблему используют, баранью голову. Далее, пятый стих. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Следующим животным в этом видении был козел. Помните, в предыдущем видении он был представлен как кто? Кто помнит? Барс или леопард, да? Тоже быстрое животное такое. Здесь козел предоставлен однорогим, у него один большой рог. Здесь же в 21 стихе есть объяснение, 21 стих, посмотрите, а козел Косматый царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Первым царем греческой империи после ее расширения был Александр Македонский. Мы в прошлый раз вспоминали об этом, мы будем еще несколько раз вспоминать. Его еще назвали Александр Великий. Сохранилась мозаика, вот это его предположительно так он выглядел, не совсем точно. Он напал на западные границы Мидо-Персии в 334 году до нашей эры и некоторые говорят за три года, некоторые говорят за четыре года завоевал всю Мидо-Персию, эту огромную территорию. Его армия состояла примерно из 40-45 тысяч пехотинцев и от пяти до семи тысяч конницы. Небольшая, можно сказать, ну 50-60 тысяч воинов. Иногда он еще дополнительно нанимал. По отношению к Мидо-Персии, по отношению к Мидо-Персии, он пришел откуда? Он пришел с запада, поэтому написано, что козел пришел с запада на этого барана, на этого овна. Мобильная армия Александра очень быстро передвигалась по территории персидского государства, захватывая города, области, целые государства, поэтому о скорости и легкости передвижения вот этого козла написано в конце пятого стиха. Он шел с запада козел по лицу всей земли, как, помните? Не касаясь земли, он как будто летел, он как будто летел. В первом видении он не случайно представлен в виде леопарда, это быстрый зверь. Армия Александра настолько стремительно и неожиданно нападала на противника, что этот козел не касается земли. Шестой стих. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приближившись к овну, рассверепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силу у овна устоять против него, и он поверг его на землю, и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Переломным моментом противостояния Александра и Персидской армии под руководством Дария Третьего была такая битва на равнине при Гавгамалах, Гавгамелах, 331 году до Рождества Христова. Это сражение как раз и является поражением овна. Седьмой стих, первая половина стиха, он поразил его. У них была до этого битва уже, по-моему, при Ипсах она называлась, и царь Дарий согласился отдать ему половину своей территории и огромный выкуп для того, чтобы выкупить Гарем, который его жен захватил во время этой битвы царь Македонский. Но Александр не согласился. Ему нужна была вся Медоперсия, вся, вся территория этого государства. Вот этот данный бой или же как поражение овна, о котором здесь говорится, он по праву принадлежит классике полководческого искусства и до сих пор его изучают в военных академиях и преподают его. Царь Дарий собрал армию по некоторым подсчетам 250, по некоторым 500 тысяч, примерно полмиллиона воинов, при этом ему противостояло примерно 50, может быть, 60 тысяч воинов со стороны Александра. То есть, ну, от 5 до 10 раз разница превосходстве. Учитывая, что в то время не было танков, не было ракет, не было пулеметов, у кого больше людей, тот и побеждал. Кроме того, у него, у царя Дария было 200 серпоносных колесниц и 15 боевых слонов. И то, и другое было очень страшным орудием, казалось бы, непобедимым оружием. Эти колесницы имели далеко выступавшие косы или мечи впереди, сбоку на колесах, они вращались и врезаясь вот эти построения противника, они буквально разрезали людей. Слоны же опасны были тем, что, во-первых, на них были лучники, которые имели стрелы, которые имели копья, бросали, и кроме того, эти слоны, когда они разгонялись, они просто, знаете, как огромные танки, они давили людей своими ногами. царь Дарьи, он был уверен в своем превосходстве, он был уверен в своей победе, численное преимущество, вооружение его, он более чем был уверен. План же Александра был очень смелым и дерзким. Интересно, что перед этим, ночь перед этим, все войско Дарья не спало. Они думали, что вдруг ночью на них нападут. И один из генералов Александра именно так и хотел сделать, но Александр сказал, пусть все спят, пусть все выспятся. А войско Дарья, наоборот, не спали, бодрствовали всю ночь. Поэтому на следующий день воины Александра были свежими болями, выспавшимися, наоборот, персы, они были уставшими. План Александра был такой, он начал своей кавалерии отвлекать тяжелую кавалерию Дарья из центра вот этого битвы и растянул его на левый фронт. Потом он устремительно устремился вот эту брешь, которая образовалась, он растянул фронт вот этого царя персидского со своей конницей. И прямо на Дарья, который был защищен буквально только несколькой сотней телохранителей. Некоторые историки утверждают, что дротиком был поражен возничий Дарья, то есть тот, который управлял его колесницей. И персы подумали, что был убит сам царь. Персидские воины восприняли смерть или последствия выяснилось бегство Дарья как поражение. Их ряды расстроились, хотя сражение еще не было проиграно. У Александра был выбор или гнаться за Дарьем, или же возвращаться, видите, вот эту коричневую стрелочку, возвращаться для того, чтобы помочь своему генералу Парменону, которого ряды теснила персидская армия, уже дошла до самого обоза Александра Великого. Но в этот момент он ударил им с тылу и битва была выиграна. Дарья убежал, но его слуги последствия потом убили его в знак признания Александра своим новым царем. Бог сказал, что это будет за 200 лет до того, как это произошло. И это случилось. Александр захватил всю территорию персидской державы и даже расширил ее. Но в рассвете сил, в 32, некоторые говорят, 33 года, он умер предположительно от болезни малярия и от пьянки, от чрезмерного употребления алкоголя. Непобедимый балководец в великих сражениях был сражен зеленым змеем в своем собственном дворце в мирное время. Наглядный, яркий пример опасности употребления алкоголя. Восьмой стих. Тогда козел чрезвычайно тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог. Большой рог, вы помните, это Александр. Он сломился, он умер. И на место его вышли четыре обращенные на четыре ветра небесных. Он чрезмерно возвысился, он уже хотел идти на Аравию, у него были планы, он уже был расстроен, что нечего захватывать. Ну вот еще есть Аравия, он планировал пойти Аравию захватить. И в этот момент он умирает, и вырастают другие четыре рога. Это его четыре генерала, которые разделили всю империю на сферы влияния. Империя Александра была разделена на эти царства, и они уже не имели прежней силы. Об этом говорит 22-й стих. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой уже. Помните, Барс в первом видении тоже имеет четыре головы. Так же, как и здесь, козел имеет четыре вот этих рога. Это государства, которые образовались после смерти Александра. Царство Кассандра вошли в Македонию, основная часть Греции, часть Фракии. Царство Лисамаха включало в себя Лидию, Ионию, Фригию, другие регионы современной Турции. Царство Селевка, позднее государство Селевкидов оно называлось, вошли территории современных Ирана, Ирака, Сирии, некоторые регионы Центральной Азии. Царство Птоломея первого включало в себя Египет и соседние регионы. В этом видении особенно внимание уделяется одному из потомков в царстве Селевкидов, который будет веки до Рождества Христова. Девятый стих об этом говорит. Это монета, кстати, с его изображением, на его фоне вы видите этот текст. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. От одного из них, то есть от одного из четырех рогов, то есть один из потомков из вот этого царства Селевкидов, из династии Селевкидов. Этим небольшим рогом является сирийский царь Антиох Епифан. Прекрасной страной является Израиль. В этой книге Антиох Епифан одновременно является и исторической личностью, и прообразом Антихриста. Вот почему эту книгу очень трудно толковать, очень трудно понять, где речь идет об Антиохе Епифане, а где это прообраз на будущего Антихриста, который еще будет, который еще придет. еще раз о его деятельности мы будем говорить, рассматривая следующие главы. Эта тема будет очень часто повторяться. Десятый стих. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть этого воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства этого, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Глядя на контекст этих стихов, можно сделать вывод, что на данном этапе речь идет пока только о царе Антиохе Епифане, не об Антихристе, хотя есть прообраз. Это будет очевидно, особенно в чтении других следующих стихов. При этом важно отметить, что прообраз Антихриста как малого рога, он сохраняется на протяжении всей этой книги. В данном написании вождем воинства является Бог, то есть он восстал против Бога, а пораженными звездами это знатные иудеи. Антиох Епифан восстал против Бога и решил подменить его правление своим авторитетом, требуя поклонения самому себе. Он принял такое имя Эпифан, которое буквально по-гречески означает явление. Вы слышали такое выражение Эпифания, то есть явление. Но в понимании людей это означало некоторое проявление сверхъестественной божественной силы, то есть практически он возомнил, что он обладает какой-то божественной силой. Он был действительно успешен и в строительстве, и в завоеваниях своих, он был очень успешным полководцем. Он фактически присвоил себе титул, который указывал на обладание божественной силы и даже вознесся против вождя воинства этого, написано. То же самое, кстати, будет делать и Антихрист, когда он будет выдавать себя за Бога. 12 стих. «И воинство предано вместе ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Хотя этот царь будет действовать по своему произволу, но в действительности это Бог допустил, чтобы он мог так преуспеть в своем нечестии. Его успех в завоевании Иерусалима и жестокое преследование верующих иудеев было допущено Богом». Посмотрите, здесь написано за нечестие, они были преданы в его руку, то есть Бог допустил воинство, то есть Израиль, были преданы ему за их нечестие. Антиох добьется того, что будет отменена ежедневная жертва, он будет требовать поклонения себе и в храме он из храма сделает храм поклонения Богу Зевсу. Он также забирал и уничтожал книги Священного Писания, поэтому здесь написано «Он, повергая истину на землю, действовал и успевал». То есть истина Священного Писания, он собирал эти свитки, он их сжигал и уничтожал, поэтому в конце стиха написано «Повергая истину на землю, действовал и успевал». 23 стих «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве и укрепится сила его, хотя и не его силою». И он будет производить удивительное опустошение и успевать и действовать и губить сильных и народ святых. Отступники – это евреи, евреи, которые отступили от истинного поклонения Богу, приняв условия антиоха. Там очень длинная история. Сначала он своего первосвященника поставил, он пытался каким-то образом это управлять, а потом уже позже уже там несколько походов было на Иерусалим. В данном тексте наглый искусный правитель – это сирийский царь Антиох IV Епифан из династии Селевкидов. Время его жизни 215 год до 164 года до Рождества Христова. Он проводил политику эллинизации населения Палестины, то есть он принуждал всех людей говорить по-гречески и поклоняться только греческим богам. Все религии, в отличие от персидского государства, где признавали религии местных народов, он хотел уничтожить, полностью уничтожить. Серия убийств среди его родственников, череда политических интриг привели к тому, что Антиох, хотя он был третьим только претендентом своего отца и с 9 лет находился даже в заложниках в Риме, в конце концов стал царем. Поэтому здесь сказано, что он стал царем не его силой. Его брат выкупил, обменял на своего собственного сына, и там еще очень длинная история есть. Его хитрость проявлялась в том, что он был настоящим политиком в современном значении этого слова. Он старался, во-первых, добиться расположения к себе среди знатных людей и среди простых людей из греческого населения. Для этого он устраивал различные фестивали, празднества, одаривал людей подарками. Он, говорят, ходил даже в общественной бане для того, чтобы там общаться с людьми, для того, чтобы встречаться с людьми. Помните, как Авесолом встречал людей, то есть он на всех фронтах действовал. Он думал, что укрепляя греческую культуру, он добьется стабильности в государстве. Для этого он разрушал, осквернял храмы и превращал их в храмы для поклонения греческим богам. Одним из таких храмов был самаританский храм на горе Горезим. Он также превратил его в храм поклонения греческим богам в 168 году до Рождества Христова. Потом Антиох пришел в Иерусалим, это его был первый приход. Перебил многих иудеев, там был мятеж. Превратил вот этот храм в святелище греческому богу Зевсу. Он два раза приходил. Во второй раз он первый раз и во второй раз он сделал это. Что он для этого сделал? Он осквернил жертвенника, некоторые утверждают, принес там на нем свинью, некоторые говорят, вылил туда поклепку из свиньи. Вот в этот период была прекращена ежедневная жертва на период времени, времен и полувремени, обозначенный, ну извиняюсь, обозначенный в 13 и 14 стихе, это 2300 дней, пожалуйста, 13 стих. «И услышал я одного святого говорящего и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве, об опустошительном нечестии, когда святыни и воинство будут попираемы. И сказал мне на 2300 вечеров и утро и тогда святилище очистится». Антиох Епифан запретил ежедневные жертвы, которые совершались утром и вечером в храме. И точно так же сделает Антихрист вот на 3,5 года на времени времен и полувремени. Об этом говорится в следующей 9 главе, 9 глава, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва приношения, и на крыле святилища будет мерзость запущения, запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Вот по поводу 14 стиха есть разные мнения, даже лжеучения среди адвентистов седьмого дня. Они взяли 2300 дней, взяли их, прибавили, вывели дату и сказали, что Христос придет в 1884 году. Когда это не состоялось, они начали это интерпретировать по-своему, объяснять, что Христос якобы уже вознес, Он в небесном святилище и так далее, и тому подобное. Более популярное толкование консервативных и приемлемое для нас объяснение 2300 утр и вечеров, потому что жертва совершалась утром и вечером, это 2300 дней. Есть даже определенное время, когда это началось, это с момента того, как был убит пересвященник 6 сентября 1171 года и по 25 декабря в 164 году до Рождества Христова. «После окончания этого времени произошло очищение храма, возобновление служений, и тогда святилище очистится», в конце 14 стиха написано. Впоследствии вот это очищение храма называлось праздником очищения храма или по-современной Ханука. Это и есть этот самый праздник, праздник очищения храма, который произошел. Более подробно об этом описывается в первой книге Маковеев. Она является не канонической, но исторической. Там это описывается. Антиох Епифан, он был очень хорошим полководцем, он собрал свое войско, он напал на Птоломея 6 в Египте, он разбил войско противника, объявил себя царем Египта. Это есть тоже упоминание о его разрастании на юг. В 9 стихе мы об этом читали, 8 глава, 9 стих. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу». Это его нападение на Египет. 25 стих, дальше читаем. «И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется и среди мира, погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Возвращаясь после победы в Египте, в Египте одех разграбил Иерусалим, перебил там в нем много народа, потом уже второй был поход, и во второй раз он уже, он сжигает большую часть города и издает жестокие законы, он запрещает, представьте, евреям праздновать субботу, он запрещает евреям обрезание, он запрещает евреям любые праздники, любые собрания, включая ежедневные жертвоприношения в храме. Закончил он свою жизнь согласно данного пророчества, «но будет сокрушен не своею рукою». Конец, посмотрите, 25 стиха. «Но будет сокрушен не рукою». Он умер от, говорят, болезней кишечника и умопомешательства, то есть он сошел с ума. Никто не сомневается в том, что пророчество было сказано в этой книге именно в отношении исторического лица Антиоха Епифана. Но в то же самое пророчество Данила явно говорит с намеками, с многими намеками на будущей личности, о будущей личности Антихриста. Епифан был прообразом или одним из притечи, образно говоря, вот этого Антихриста. Здесь есть очень много параллелей с действиями Антихриста. Это он восстанет против владыки владык, он будет нападать на святых, Антихрист, то есть на евреев, это он достигнет власти путем хитрости и обмана, он будет искусный политик. Это Антихрист будет действовать не своей силой, а силой дьявола. Это он будет сокрушен не рукою, а силой Бога. Это он осквернит храм, выдавая себя за Бога. Это он будет поражен Богом. Это он будет обольщать людей, обещаем стабильности, мир и безопасность под своим руководством. Это более очевидно в английском тексте 25 стиха «И миром уничтожит многих». Как миром можно многих уничтожить? Апостол Павел, посланник Фессалоникийцам пишет об этом. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Антихрист заключит мирные договора, и люди подумают, что в его лице они получили наконец спасителя. Прекратятся войны, вооруженные конфликты, противостояние между государствами. Он будет каким-то образом договорить, он все-таки так-то сведет эти государства для того, чтобы они не воевали. Бог в этот момент начнет изливать чаши своего гнева на землю, так как они станут люди поклоняться Антихристу. Вот тогда и настанет вот эта пагуба, этот период в Библии, который называется Великой Скорбью. Здесь обратите внимание на одно местоимение, которое написано здесь. Тогда внезапно постигнет пагуба кого? Кого? Их. Очень важное местоимение. Павел не включает себя в число этих людей. Он говорит, их это постигнет пагуба. Несмотря на то, что уже в первом веке люди ожидали пришествие Христа и думали, что Нерон является Антихристом, но Павлу было уже открыто от Бога, что церкви в то время уже не будет. Поэтому мы верим в то, что церковь будет восхищена до периода этого семилетнего, до этого периода, до великой скорби. Он говорит, их она постигнет, нас уже к тому времени не будет. Теперь посмотрим на реакцию Даниила на это видение. Мы смотрели видение, вот это рассмотрели, теперь посмотрим на реакцию. 18 стих. И когда Он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но Он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. И сказал, вот я открываю тебе, что будет последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Ангел Гавриил открывал Даниилу то, что будет в ближайшем будущем и то, что будет в очень далеком будущем, в концу определенного времени, Он говорит, в последние дни, что будет гнева. Это видно вот и в разговоре с Даниилом, посмотрите, 26 стих. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. Ангел еще раз напоминает, что видение показывает о том, что будет в последние дни, в отдаленные времена. Повеление сокрыть это видение означает сохранить его, то есть записать, что Даниил и сделал и сохранить, чтобы будущие потомки могли прочитать его. Посмотрим на реакцию Даниила в 18-27 стихе. И когда он говорил, со мной я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами, я изумлен, был видением этим и не понимал его. Мы часто очень слышим, как некоторые известные в своих кругах проповедники рассказывают, как они встречались со Христом, как они беседовали, знаете, с пророками или с какими-то ангелами, или же вдруг Христос им явился где-то, или же в доме, или же на церковной лавке, они там его, знаете, рукой по плечу ударили, привет, Христос, как дела и так далее. Мне больше всего понравился рассказ Джона Маккартура, о том, как ему, один из таких проповедников рассказывал, как он встречался со Христом. Вы, наверное, слышали эту историю уже. Он говорит, я бреюсь, и вдруг Христос явился ко мне. Я говорю, привет, Христос. И Маккартура спрашивает, и ты продолжал бриться? Он говорит, ну, конечно, а что тут такого? Значит, это точно не был Христос. Мы видим, что Библия говорит, что все люди, которые встречались с божественными явлениями, приходили в страх и благоговерейный трепет. Авраам, помните, он пал на лицо свое, когда Бог заговорил с ним. Иаков, увидев во сне Бога, и ангелов устрашился. Бытие 28,16. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал и убоялся и сказал, как страшно это место. Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. Он даже видения не видел. Ему сон только приснился. Он уже пришел в страх и трепет от присутствия Бога. Рок Исаия сегодня вспоминали об этом. Был показан небесный престол Божьей славы. От этого видения он пришел в ужас. Пятый стих. И сказал, горе мне, погиб я, я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами. Глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Когда Савл, помните, будущий апостол Иисуса Христа, встретился с Иисусом на дороге в Дамаск, он упал на землю. Диане 9.4. Он упал на землю, услышал голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражда. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо бы наделать. Посмотрите реакцию этих людей. И есть еще гораздо больше свидетельств. Даниил, это человек, Даниил, кстати, был евнухом, это человек, который полностью посвятил себя Богу. Мы читали его полное, вот ежедневное, такое посвящение Богу, трехдневная молитва, изучение Писаний, посты, которые он продолжал, частичные, до 21 дня, да, продолжал. И он, несмотря на то, что, казалось бы, такой святой человек, о нем Бог однажды говорит, что если бы Даниил пришел, то есть Бог за него даже свидетельствует, как про Иова, как Бог свидетельствует про Самуила, или же других. И он пришел в трепет от присутствия Бога. Тем более мы, братья и сестры, у многих христиан, не только людей, даже христиан иногда меняют, такое, знаете, неправильное представление Бога. Бог – это такой вот дедушка, добрый, сидящий на облаках, который все прощающий, все забывающий, только просто надо понять, что вот Он есть там такое и все. Библия много раз подчеркивает, что наш Бог – это святой Бог, это праведный Бог, это праведный судья. Псалом 98,3 написано, «Дославят великое и страшное имя Твое, свято оно». Страшное имя, свято оно. Что это означает? Это означает, что Бог не терпит к себе понебратского или пренебрежительного отношения. Он – Творец. Мы – Его творение. Это совершенно разные уровни. Это как «я» и стул, который я сделал. Это особенно очевидно в этой книге, где Божье правление доминирует над всеми сферами человеческой жизни. Он всем управляет, независимо от того, какой бы царь не был, насколько он бы не был великим, насколько огромное государство не было, Бог определяет, и Он совершает то, что Он определил. Никто не может противостоять Его, независимо от того, какой бы великий царь, или правитель, или президент бы этим не был в этой жизни. Эта книга очень хорошо показывает, насколько люди зависят от Бога. Помните? Царь Навуходоносор ел траву, как вол. В одном случае он даже употребляется там ослу. Валтасар, который сказал, «Принесите мне вот эти оттуда сосуды священные». Когда увидел руку, которая пишет на этом, то там, помните, как написано? «Ноги стали биться одна об другой». Даже алкоголь не помог. Жизнь Александра Македонского оборвалась 33 года. Бог предсказывал и это сделалось, несмотря на то, что Он объявил Себя царем всего мира. Антиох Епифан, который восстал против Бога, умер 52 года от умопомрачения. Их жизнь находилась под полным контролем. Они только исполнили то предназначение, которое Бог дал им. Кто в 33, кто в 52 года окончил свою жизнь, несмотря на то, что они имели огромные мечты, планы и думали о том, что они такие великие. Образы, которые были показаны в этой книге, это не просто, знаете, картинки. Звери, драконы, для того, чтобы каким-то образом устрашить людей. Братья и сестры, это азбука человеческой истории. В прошлом и в будущем Бог показал Данилу сотни различных деталей, которые уже сбылись или которые сбудутся. Изучение книги пророка Данила помогает нам трезво смотреть на сегодняшние окружающие нас события. Она помогает нам не поддаваться панике или страху, или уныния, глядя на то, что происходит в современном мире. Чтобы мы в полном доверии Богу совершали свое служение для Его славы до конца нашей жизни. Эта книга показывает, что всемогущий Бог планирует и выполняет свои намерения в отношении народов, империи, царей за сотни, а иногда за тысячи лет вперед. Все, что Он определил, состоится, включая даже самые маленькие детали. Это значит, что наш Бог – это всезнающий, всемогущий, всесильный Бог. На Него можно положиться во всех обстоятельствах нашей жизни. Ему можно доверить жизнь. Если Он управляет всей человеческой историей, тем более, Он управляет нашей жизнью, когда мы являемся Его детьми. Нет таких проблем, которые Бог не мог бы решить. Нет такой личности во Вселенной, которая бы ускользнула от Его пристального внимания. Бог знает все наши проблемы, все наши переживания. Он знает время нашего рождения, Он знает время нашей смерти. Давид говорит, «В твоей книге были записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Поэтому пусть наше сердце не наполняет страх ни перед пандемиями, ни перед гонениями, которые, возможно, придут. Мы умрем тогда, когда Бог нам определил ни на одну секунду раньше, ни на одну секунду позже. Будет ли это пандемия, или, как я говорю, или кирпич на голову упадет? Не имеет значения. Библия, братья и сестры, это уникальная книга. В ней есть все необходимое для нашей жизни. Она говорит об истории человечества, о спасении через Иисуса Христа и о том, что ожидает этот мир в будущем. Вот почему мы, верующие люди, изучая эту книгу, видим, смотрим на события, которые нас окружают, и мы понимаем, куда движется этот мир, что нас ожидает. И мы не поддаемся панике, зная, что Бог держит бразды правления истории в своих твердых и крепких руках. Читайте эту книгу. Просите Бога, чтобы Он проявлял свою милость, наставлял вас, наставлял нас. Вот почему мы призываем к ежедневному чтению Библии. Если вы еще не покаялись, Бог призывает вас к покаянию, для того, чтобы мы могли задуматься над скоротечностью своей жизни, о том, что каждому из нас в свое время нужно будет дать отчет за свою жизнь. Сегодня особенное время благодати, когда Бог призывает через Духом Святым, через Христа, через покаяние, через обращение к Нему, через исповедание своих грехов, стать Божьим детем, войти в эту Божью семью, быть избавленным от того грядущего гнева, который грядет на эту вселенную. Да поможет нам Бог, братья и сестры, для того, чтобы мы могли быть укрепленными в вере, для того, чтобы мы могли побеждать грех, с которым мы, как написано, Он восстает на наши души, для того, чтобы мы могли доверить свою жизнь Богу, зная, что Он проведет нас через эту жизнь до ее конца, не даст нам упасть, не даст нам полностью где-то погибнуть. Он поднимет даже тогда, когда у нас есть какие-то падения, потому что мы в Его руках. Аминь? Давайте помолимся, поблагодарим Бога. Господи, к Тебе обращаемся во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за этот день, благодарим за эту книгу, которую Ты оставил нам, для того, чтобы показать о том, что Ты владычествуешь над всем миром. От начала мира и до конца все находится под Твоим контролем. Каждый человек на земле, каждая букашка, каждый атом, каждая планета, каждое государство, каждый царь, Господи, он был допущен Тобою, он был определен Тобою на определенное время для выполнения Твоей цели, Твоей задачи, которую Ты предназначил ему. Господи, мы благодарим Тебя за это. Нам приятно осознавать, что мы имеем такого Бога, Который управляет всей историей, Которому подчинены все сферы нашей жизни. Господи, мы благодарим Тебя за это. Ты знаешь все наши проблемы, переживания, болезни, трудности, что бы ни было, что бы ни случалось в нашей жизни. Господи, Ты все знаешь, Ты все контролируешь. Мы благодарим Тебя за это. Мы поклоняемся Тебе, как нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Сыну и Святому Духу. Сыну и Святому Духу. Сыну и Святому Духу.